Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края, до просторов космоса. Вот, кстати, с ледяного космоса и начнем. На самом деле у космоса нет температуры. Он не холодный и не горячий, а никакой. В вакууме нет теплопроводности. Вообще, вакуум хороший термоизолятор, так что у космонавтов больше проблем с перегревом из-за скафандра, чем с переохлаждением. Космические числа такие огромные, что нам сложно понять, насколько это много. Но давайте попытаемся. Представьте себе 300 планет Земля. А теперь все это количество увеличить еще в тысячу раз. Столько весит Солнце, но оно не самая тяжелая звезда. Важную роль в космосе играют звезды, которых, кстати, больше, чем песчинок на пляже. Звезды являются источниками света и тепла для планет, а также участвуют в процессах звездообразования и эволюции галактик. Во время своей жизни звезды проходят различные стадии эволюции, начиная от молодых, горячих и голубых, заканчивая старыми, холодными и красными. Да, цвет звезды зависит от ее температуры. Наше Солнце – желтый карлик, малыш по космическим меркам. Если вы видите котенка с рыжим окрасом, то с вероятностью 90% это кот, а не кошка. Да, на каждые 10 рыжих котов встречается примерно одна рыжая кошка. Кстати, вот еще кое-что интересное об этом окрасе. Рыжие коты считаются более общительными и дружелюбными, чем коты других расцветок. А еще они реже болеют. И произведители чаще снимают их в рекламе. Переместимся в другую теплую страну. Знаете, как с итальянского переводится слово помидор? Золотое яблоко. Кстати, в Италии, Китае и многих других странах помидор считается фруктом, а не овощем. Хотя на самом деле, с точки зрения ботаники, помидор – это ягода. Это потому, что помидор имеет признаки ягоды. Растет от цветка, имеет сочную мякоть и содержит множество семян. Овощи, как правило, имеют более твердую текстуру, и их семена не так легко отделяются от мякоти. Можно ли по пятнышкам божьей коровки определить ее возраст? На самом деле, все намного сложнее. Число тех самых точек показывает вид божьей коровки, а их немало – 4000 видов. Кстати, божьи коровки бывают не только красными, но и желтыми, синими и зелеными. Различается также форма и размер их пятен. Нередко бывают божьи коровки, но с отхитиновой панцирь, с черными квадратными пятышками. А красные с черными круглешками рисуют только в детских книжках. Реальный мир намного разнообразнее и неожиданнее. Наша программа «Дети большого толка» преподносит научные факты интересно, чтобы вы тоже полюбили науку, ведь она поможет вам в учебе и выборе профессии. Если вы интересуетесь естественными науками, вы можете выбрать карьеру в области медицины, инженерии, технологии и других наукоемких областях. Вы будете лучше понимать, как работает мир и сможете принимать более обоснованные решения. Сколько существует видов бабочек на планете? Большинство видов бабочек отличаются яркой окраской, чудесными узорами на крыльях и их размахом. Например, самая большая дневная бабочка России – парусик Маака. Самый редкий вид бабочек – это полидарий. Он нанесен в Красную книгу России и некоторых стран Европы. В среднем бабочки живут от двух недель до нескольких месяцев. А еще существует вид, который живет всего один день – это паденки. Так сколько же видов бабочек на планете? По подсчетам энтомологов – около 110 тысяч. На нашей планете есть много удивительных мест, чудесных животных и насекомых, рассказы о которых похожи на фантастические. Вот, например, слоны. Знаете ли вы, что хобот – это не только их нос и рука, это еще и орган, с помощью которого они могут выражать эмоции? Уши слона также уникальны. Они могут двигаться независимо друг от друга, что помогает им лучше слышать звуки вокруг. При этом у африканского слона уши огромны – до полутора метров, чтобы спасать животное от жары, ведь ими слон обмахивается как веером. Например, если слон счастлив, он может поднять хобот вверх и слегка покачивать им из стороны в сторону. Если же слон испытывает грусть или страх, то он может прижать хобот к груди и закрыть глаза. Хобот слона очень гибок, и хотя в нем всего 4 мышцы, число отдельных мышечных пучков достигает 40 тысяч. Кончик его хобота настолько чувствителен, что слон может поднять им даже маленькую иголку. В нашей программе вы можете узнать много интересного. Как паук может плести паутину, как пчелы находят свой путь домой, как растения могут получать энергии из солнца, как бактерии могут вызывать болезни, и как люди могут использовать науку, чтобы лучше жить. Пингвины — это птицы, у которых есть крылья, но на первый взгляд они ими не пользуются. Так зачем они им? Пингвины настолько удивительные птицы, что ученые первое время не считали их птицами, а относили к крыльям. Но на самом деле крылья нужны им вовсе не для полета, а для удержания равновесия. Крыльями не по назначению пользуется еще и длинноголовая южноамериканская утка, которая использует их как плавники. Интересные факты можно рассказать и о нас с вами. Например, ночью наш мозг гораздо активнее, чем днем. Логично было бы предположить обратное, ведь в течение дня мы много действуем, думаем и общаемся, а это требует больше энергии, чем простое лежание. Но оказывается, все совсем иначе. Когда ты отключаешься, включается твой мозг. Почему мозг не чувствует боли, но голова у нас болит? Смотрите, тут важно не запутаться. Без мозга боли не почувствуешь. Если порежешь палец, мозг подаст тебе сигнал, что с ним что-то не так, и ты ощутишь боль. Сам по себе мозг не болит. Голова может болеть, потому что там много кровеносных сосудов и нервов, которые причиняют боль. Чихание – очень важная способность. Оно очищает наш организм от вирусов и аллергинов. Но вот во время сна чихнуть нельзя. Когда мы спим, спят и нервы, отвечающие за чихание. Ноготь на среднем пальце растет быстрее остальных. Это происходит, потому что скорость роста ногтя связана с длиной пальца. Так что быстрее всех растут ногти на длинных пальцах, а медленнее всего на коротких. Не обращали внимания? Проверьте! Человеческая слюна содержит кальций, который укрепляет зубы. Представляете, как удобно! Кроме того, наша слюна также содержит еще и другие минералы, которые также помогают укреплять зубы, такие как фосфор, фтор и магний. В общем, не только производители зубной пасты заботятся о нас, но и природа не забывает. Почему нельзя смотреть на сфарку? Некоторые люди верят, что от этого можно слепнуть. Это, конечно, не совсем так. Но все же, без защитной маски смотреть на сфарку действительно опасно. Сварочная дуга производит сильное излучение, которое может повредить глаза. Это излучение состоит из ультрафиолетовых, инфракрасных и видимых лучей. Именно инфракрасные лучи могут вызвать ожог сетчатки глаза. Поэтому смотрите на сфарку только через защитную маску или, как сейчас, через экран телевизора. Знаете ли вы, что новорожденные дети не умеют различать синий цвет? Вот так. Сначала они видят мир черно-белым. Потом могут различать красный и зеленые цвета. Позже желтый. А вот способность распознавать синий появляется у них только к 6-12 месяцам. Глаза человека очень сложно устроены. Например, наши слезы содержат натуральное обезболивающее. Оно называется лейкоцетин и призвано защищать глаза от пыли и воспалений. А еще в слезах, которые возникают от боли, больше лейкоцетина. И еще о глазах. Моргание – это самый быстрый рефлекс в человеческом теле. Интересно то, что когда мы общаемся с людьми, мы моргаем чаще. Это помогает нам выразить эмоции и устанавливать зрительный контакт с собеседником. От легких человека перейдем к легким планеты. Ими обычно называют «зеленые леса», которые производят кислород, необходимый нам для дыхания. Но знаете ли вы, что на самом деле основной кислород производит океан, а не лес? Да, водоросли вырабатывают 80% всего кислорода на Земле, а леса всего 20%. Конечно, спасением лесов по-прежнему нужно заниматься. Сдавать макулатуру, прирабатывать мусор и спасать деревья. Но сегодня мы расскажем еще о нескольких важных способах, которые помогут нашей планете. И чтобы совершить экологическую акцию и выйти на субботник, вам нужен только смартфон. Бывает ли у вас такое, что вам нужна всего одна фотография, а вы делаете несколько и думаете, лишнее потом удалю? И не удаляете? А может у вас на компьютере множество ненужных файлов? Так вот, все они наносят вред нашей планете. Как это происходит, сейчас расскажем. Любые файлы, которые хранятся на ваших устройствах, потребляют не только память, но и энергию смартфонов и компьютеров. Цифровой мусор — это ненужные скриншоты и файлы, неудачные фотоснимки, залежи электронных писем, бесконечная простыня истории браузера. И цифровая уборка поможет в спасении планеты. Ваши ненужные файлы попадают в облачное хранилище. Они перегружают центры обработки данных по всему миру. А ведь обработка данных по-прежнему сопровождается потреблением электричества и сжиганием топлива, выделяющего в атмосферу токсичные вещества. Общий углеродный след от хранения данных сопоставим с авиаперелетами. Поэтому к файлам на телефоне и в компьютере нужно относиться осознанно, не думая, что их никто не увидит, а думая о всей планете. Цифровую уборку удобно проводить по тем же принципам, что и обычную. Сортировка, избавление от лишнего и организация хранения того, что еще пригодится. Распределите однотипные фото по папкам. Выберите лучшие снимки, а остальные удалите. Стоит избавиться и от лишних приложений, особенно если вы не открывали их больше года. Еще одна кладезь цифрового мусора – папка, в которую попадают загруженные файлы. Удаляем. Следующий этап очищения от цифрового пространства – удаление временных файлов. Открытки друзей и родственников, документы и изображения, которые больше не пригодятся. Все это оседает в памяти гаджетов мертвым грузом, увеличивая ваш цифровой след и мешая нормальной работе устройства. А еще – чисто там, где не мусорят. Например, одно отправленное электронное сообщение в среднем приводит к выбросу 4 мг СО2. Задумайтесь об этом, когда решите разослать всем друзьям фотографии или написать «спасибо» тому, кто сидит в паре метров от вас. Разумнее загрузить файлы в облачное хранилище и поделиться ссылкой или поблагодарить человека лично. Кстати, любой школьник может помочь нашей планете. Главное – перейти на осознанное потребление. Сортируйте мусор и отдавайте его в переработку. Экономьте воду и закрывайте кран, когда намыливаете руки или посуду. И выключайте свет и электропереборы, когда они не используются. На сегодня это все. Мы желаем вам только хорошей погоды и хороших новостей. Любите науку, узнавайте новое, радуйте их близких и смотрите нашу программу «Дети Большого Толка». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!